всем привет мы находимся в египте в хургаде в отеле seastar borivage это пятизвездочный отель который как и большинство египетских отелей работает по системе все включено когда в отелях хорошие all inclusive хорошая еда мы даже не обращаем на это внимание и воспринимаем это как должное но если еда плохая данный факт может существенно испортить наш отдых и так мы идем на завтрак смотреть чем же нас будут кормить при входе в ресторан продают свежевыжатый апельсиновый сок по 2 евро или по 2 доллара у кого какая валюта есть для египта такая цена на апельсиновый сок просто мародерство мы были на экскурсии в луксоре и там можно сказать в самом туристическом месте египта покупали свежевыжатый сок из сахарного тростника и лайма по одному доллару первое что мы видим на завтрак это фасоль безусловно нужно попробовать все поэтому исключение не делаем ну что как вы думаете аппетитно выглядит добавим немного помидоров специй оливкового масла выдавим сок лайма если все эти дополнения здесь стоят значит они все-таки несут какую-то смысловую нагрузку но сразу скажу что нет блюду это не помогло сахарная пудра джем это для выпечки и для круассанов всяких мучных изделий на завтрак на обед и на ужин много достойнее всего по вкусу хлеб который выпекают точно не в отеле египетские лепешки аишбалади которые должны быть самыми лучшими к сожалению не очень и все вот эти кренделя булочки слойки примерно на троечку с плюсом или четыре с минусом хотя для тех кто любит мучное что-то все-таки выбрать можно также есть тостер где можно поджарить хлеб и сделать тосты то есть при какой-то кулинарной смекалки завтрак уже получится неплохим фрукты практически одинаковый набор на завтрак на обед и на ужин к сожалению вообще ни о чем хурма отвратительная внутри черная и как будто начинает подгнивать апельсины на вкус хорошие но порезаны вместе с кожурой конечно же их никто не моет и это просто не гигиенично финики стоят для количества вообще не спелые есть невозможно грейпфруты на любителя гранаты почищены в общем-то на вкус неплохо то ли сыр то ли творог в принципе есть можно блинчики и яичница блинчики не очень а яичница она и в африке яичница если кто-то вдруг не знает то египет там где мы сейчас находимся большей своей частью расположен именно в африке еще можно заказать омлет с разными добавками помидоры перец сыр или скорее даже это не омлет а яичница болтунья что можно выделить по крайней мере на публике то что мы видим повар готовит как для себя все внимательно любой каприз с вашей стороны кстати готовит в перчатках очень приятное дружелюбное отношение улыбки шутки чтобы получить свою порцию конечно приходится постоять в небольшой очереди минут 7 10-15 но в целом это относительно не напрягает хлопья шарики горячее молоко джем мед к блинчикам или хлопьям уксус и несколько видов соусов если разбираешься то можно сделать себе какой-то салат три вида варенья и 4 вида йогурта йогурты на четверочку не больше два вида колбасы и 4 вида сыра самое что есть вкусное в отеле это сыр фета масло огурцы помидоры натертая морковка невкусные маслины острый перец и капуста яйца теперь уже вареные важный момент потому что многие люди привыкли на завтрак есть именно яйца и жареные овощи куриные сосиски сосиски из говядины египет мусульманская страна поэтому даже в отелях все мясные блюда из баранины говядины курицы то есть никакой свинины и так это в принципе все чем нас побаловали на завтрак очевидно что выбор скудненький но прямо что вот быть голодным не будешь а еще хотите на завтрак апельсинового сачка из аппарата если вы не знали то он делается вот так просто из большой бутылки наливается вода там уже есть порошочек и получается очень вкусный апельсиновый сок и вот сразу же нашелся любитель такой вкуснятины нет нет вообще не смущает что туда просто налили воды да возьму-ка я сегодня не апельсиновый а вишневый вообще естественно нужно попробовать все из них а то вдруг какой-то окажется вкуснее чем остальные в отеле есть четыре бара ассортимент во всех барах одинаковый фангер 6 видов крепкого алкоголя это исключительно местный алкоголь причем какой-то самый-самый дешевый какой только можно найти на вкус ацетон ацетоном пить невозможно пиво в этом баре его наливают из бутылок стелла египетского производства и вот именно бутылочная еще более-менее в остальных барах пиво разливное и это просто кошмар то ли она слишком разбавленная то ли какая-то подделка но по вкусу вода запахом пива кстати кофе в отеле тоже ужасный насыпают какой-то порошок заливают кипятком вот и весь кофе шукан единственное что смело можно пить это вода кола и фанта что же делать если в отеле плохой all inclusive одно из самых грамотных решений это ехать на экскурсию во все длинные экскурсии входит бесплатный обед в большинстве морских экскурсий этот обед с морепродуктами с кальмарами и с креветками а самая дешевая морская экскурсия если заказывать ее в империи туризма обойдется всего в 16 долларов причем выбрать и заказать экскурсию можно онлайн на сайте ссылка на сайт империи туризма а также вайбер ватсап и телеграм для связи будут в описании под этим видео а мы идем на обед ресторан в отеле выглядит очень даже неплохо и вообще весь отель выглядит хорошо и привлекательно нет каких-то поломанных стульев столов побитой плитки все достаточно стильно подобрано одно к другому но явный девиз отеля это казаться а не быть то есть все должно выглядеть красиво а внутреннее наполнение не так уж и важно особенно это касается еды абсолютно вся еда в отеле невкусная честно говоря чтобы так сделать даже нужно постараться я не говорю что еда противная отвратительная ее невозможно есть все съедобное что-то даже выглядит очень хорошо но нет ни одного блюда про которое бы сказал вау как вкусно и даже все фрукты какой-то третий сорт из всего что мы видим более-менее только дыня хорошо хоть она почищенная и иногда даже немного охлажденная самая адекватная еда на обед которую можно выделить это паста опять же не то чтобы супер класс но хотя бы твердая четверка как ее готовят вообще-то спагетти или макароны приготовлены уже заранее при нас их буквально на 30-40 секунд опускают в горячую воду а в это время на сковороде делают соус потом все смешивают еще немного подогревают и готово еще раз хочу заметить что немаловажно все с улыбкой и максимально открыто и дружелюбно многие недостатки именно такой подход скрашивает соусы горчица майонез лайм укроп капуста и еще разная зелень по поводу чистоты столов официанты работают неплохо но они же теоретически должны приносить и напитки а этого делать они не успевают кстати не сказал что есть еще белое и красное вино но пить его тоже невозможно такой же яды ацетон как водка и виски особенно там где дают мясо и рыбу все исключительно накладывают повара никто сам себе ничего не берет и делают они это очень жадничая кладет один кусочек и дальше начинает включать дурака причем это явная политика отеля так делают абсолютно все поставлена очевидная задача чтобы туристы съели как можно меньше огурцы помидоры или хлеб это да без ограничения и теперь суп на обед обычно два вида супа читаем что написано vegetables clear soup вегетарианский прозрачный суп естественно основное слово здесь прозрачный а также гороховый суп пюре ничего плохого про суп сказать не могу но и хорошего тоже и много разного хлеба всегда свежий мягкий никаких претензий вообще египет занимает первое место в мире по потреблению пшеницы на душу населения к хлебу в этой стране очень трепетное отношение и как нам рассказывал гид слово жизнь и слово хлеб в арабском языке это одно и то же слово что же мы смогли выбрать себе на тарелку огурцы морковка кусочек невкусной рыбы запеченная картошка прозрачный вегетарианский суп паста суп пюре и это по сути все с точки зрения красивых фото отель конечно зачетный даже несмотря на небольшую территорию инстаграмных локаций множество у нашего канала также есть инстаграм мечта путешественника или dream of traveler и конечно же там мы публикуем самые красивые фото и самые интересные короткие видео о наших путешествиях обязательно заходите подписывайтесь мы всегда рады новым подписчикам не только в ю тубе но и в инстаграме в то время как все отдыхающие ужинают в основном ресторане возле бассейна накрыли отдельный красивый нарядный стол для кого это сделали для турагентов которые приехали на ознакомительную экскурсию по отелям скорее всего и меню за этим столом будет отличаться от основного ресторана вот так вот турагент продает нам тур в этот отель в котором он был лично видел красивую территорию ел вкусную еду и он искренне считает этот отель очень достойным но множество подводных камней в отеле он просто увидеть не успел а руководство отеля между прочим свой бизнес ведет достаточно хитро и грамотно и здесь можно их только похвалить на входе в ресторан стоят аниматоры и приглашают всех на вечернюю анимацию обратите внимание сколько людей на ужине их несоизмеримо больше чем просто днем присутствует на территории отеля странная ситуация но я вижу только одно объяснение большое количество туристов выбирают этот отель именно для того чтобы ездить на экскурсии то есть отель вроде бы неплохой да есть какие-то недостатки но зато низкая цена и потерять несколько дней в отеле не жалко кстати перед днем отправления на экскурсию не забудьте на ресепшене заказать ланч бокс или завтрак с собой вот в таких красивых сумочках нам давали этот завтрак конечно содержимое оставляет желать лучшего но все-таки вода банан и бутерброд нам очень пригодились на ужин два вида супа грибной крем-суп и борщ раньше встретить борщ в отеле было нереально но в последнее время что в турции что в египте борщ готовят чуть ли не в каждом отеле это без сомнения гениальное блюдо украинской кухни которая занесена в список нематериального наследия юнеско но я приверженец того чтобы в отелях делали упор именно на свою национальную кухню все-таки мы приезжаем в другую страну чтобы попробовать для себя что-то экзотическое к примеру те же сладости мы видим без тортики рулеты а хотелось бы пробовать кунафы омали бас бузу и еще какие-то египетские сладости о которых мы не слышали которых не видели тем более что все вот эти тортики выглядят даже лучше чем они на вкус я говорил что в отеле нет ни одного вкусного блюда но все-таки немного удивили и порадовали беляшами в египетском стиле во-первых ни в одном египетском отеле такого не пробовал а во-вторых действительно понравились очень даже неплохие на вкус кстати заметили еще одну интересную тенденцию процентов 20 отдыхающих людей в отеле это китайцы и на экскурсиях мы тоже видели очень много туристов из поднебесной очевидно что египет пытается переориентироваться на туристов из азии для нас конечно это не очень потому что если китайцы в действительности облюбуют эту страну то нет никакого сомнения цены натуры и на отеле взлетят в космос если на завтрак и на обед очередей можно сказать что нет то на ужин даже за капустой и огурчиками везде очередь очереди в общем-то не критичные 57 минут но четыре раза по семь минут уже полчаса а каждый вечер выбрасывать полчаса своего драгоценного времени на отдыхе точно не хочется из-за большого количества людей на ужине в ресторане есть еще одна проблема в дальнем зале очень душно и жарко и это на улице зима что будет летом даже страшно представить ассортимент на ужин немного по обширнее чем на обед два-три вида мясо рыба но по вкусу от обеда мало что отличается к сожалению все также плачевно почему же в отеле так невкусно готовят есть два варианта или плохой шеф-повар или отель закупает самые дешевые продукты а возможно и присутствуют обе эти причины вот так казалось бы всего везде много а взять можно только что-то самое простое огурцы капуста дыня суп и чебуреки кстати говоря чебуреках они есть только в начале ужина если прийти во второй половине или концу то многое заканчивается естественно далеко не во всех египетских отелях все идеально и даже можно сказать больше практически всегда находятся какие-то минусы но это не значит что не стоит ехать на отдых просто необходимо быть гибче и понимать что каждая новая поездка будет отличаться от предыдущей но в этом на самом деле и заключается прелесть путешествий если вы еще не подписались на наш канал мечта путешественника то обязательно подписывайтесь ведь у нас всегда много всего интересного нажимайте на одну из конечных заставок и смотрите следующее увлекательное видео всем хорошего отдыха ярких впечатлений до встречи на пляжах египта